Крепок был лёд С исследованием на дно озера, неподалёку от истока ангары, опускают бетонные блоки. Они послужат якорем для подводного дома. Место выбрано не случайно. Лимнологи считают, что здесь, где ангара ежегодно выносит 60 кубических километров воды, ключ ко многим загадкам Байкала. К познанию экосистемы озера, контролю за состоянием флоры и фауны. Ну и немаловажно встретиться лицом к лицу с подводным миром, увидеть донные отложения, естественные и чуждые Байкалу. Готовится к погружению надувной подводный дом «Скрут». Его установка позволит заменить традиционные и несовершенные технические средства. Траги, грунтовые трубки, начерпатели. Это «Гаммарус». Стабилизированная подводная платформа, управляемая водолазом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наконец наступил день, когда лимонологи покинули берег и начали работу на воде. Курс к тому месту, где со льда были сброшены на 40-метровую глубину бетонные якоря. Готовится начинка для подводной лаборатории. Кинофототелеаппаратура, приборы, датчики. Кинофототелеаппаратура 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 Приступают к работе подводные монтажники. Их задача отрегулировать технику, сориентировать ее точно по курсу. Кинофототелеаппаратура Кинофототелеаппаратура Сведения, полученные с помощью датчиков и съемочной аппаратуры, будут обрабатываться на электронно-вочислительной машине. Войдут в составную частью создаваемую математическую модель озера. Кинофототелеаппаратура Самая главная цель ученых-лимнологов Не дать Байкалу этому удивительному творению природы Дойти до опасной черты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok